Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Александр. И я, Максим. На канале С Дедом за обедом! Сегодня мы будем готовить блюдо из курочки. Но не просто из курочки, а из куриных крылышек, да? Да, и блюдо такое, что его не будет стыдно поставить на праздничный стол. Например, на день рождения. Ну что, поехали! Вуаля, шеф! Что ж, друзья, приступим к разделке нашей курочки. Будем сейчас ее немножко уродовать, для того, чтобы она получилась красивая. Вот обратите внимание, я надрезаю фалангу и режу кость немножко выше. Вот в этом месте. Вот, хрустеет, да. Да, если бы курица это видела, что мы с ней будем делать, она, наверное, бы умерла от страха. Нет, пап, она, наверное, сначала бы заплакала от ужаса. Да, от горюбы она точно заплакала. И дальше мы делаем вот такое действие. Видите, у нас косточка освободилась. Мы ее отдаляем от мяса, чтобы было видно, что открылась у нас кость. Друзья, смотрите, вот так у нас получился первый кусочек. Дальше делаем следующую фалангу. Ее мы тоже, вот смотрим, где изгиб, и тоже режем выше. Так, здесь, смотрите, здесь две кости. Мы должны вытащить и удалить тонкую кость. Это мужской рецепт. Женщине здесь будет немножко тяжеловато, если, конечно, она как-то не измудрится. Удаляем тоненькую косточку. Дальше мы как бы немного выворачиваем именно как бы наизнанку. И у нас получается вот такая штучка, похожая на лу... На бутон? На луковицу чеснока или какого-то там цветка. То же самое мы делаем... Максим, давай, помогай. Бери второй нож. И делаем мы это со вторым, с третьим. И так весь килограмм. Не, давай ты будешь вот так выводить, а я буду ее выворачивать. Ты думаешь, это легко? Я думаю, что это легко. Выворачивать легко. Ну, вывернуть ее не так просто. Не то, что просто, я тебе говорю. О, ну, вот смотри. Вполне себе неплохо. Да, да. Вот со второй фалангой, конечно, посложнее. Вот, как раз получился бутончик. Располовинивая, надавливаем на обе кости и выворачиваем узенькую косточку. Вторую. Борочка сверху. Да, друзья, вдвоем, конечно, сделать веселей и быстрей. Хорошо. Бедная кроется. Сейчас делаем раствор для маринования на основе оливкового масла. Я кладу одну ложку. Ну, она такая столовая, но она маленькая столовая. Она ближе к десертной, наверное. Вторую ложку. Ну и третью. Хватит пока. Дальше посмотрим. Масло в сторону. Что я сюда дальше? Мою соль с травами, паприку и острый жгучий перчик. Значит, здесь небольшая чайная ложка острого жгучего, здесь столовая и здесь столовая. Все это высыпаем в масло и хорошенько перемешиваем до набухания. И этой смесью обмажем, ватрем, обваляем как хотите, кому как угодно. Наши куриные крылышки вывернутые наизнанку, о чем курица наша еще совсем не знает и не узнает никогда. И не узнает никогда уже, да. Ватрем эту смесь в нее и оставим на 30-40 минут для пропитывания. После чего отправим в духовочку приготовленный раствор смеси перцев и всего остального будем обмакивать и мариновать. Сейчас я сначала положу несколько штучек, натру, дальше положу, дальше натру. Вот так вот поваляем. Следующую партию засовываем. Друзья, предупреждаю о мерах безопасности. Косточки пустотелые, поэтому они могут коляться. делайте пожалуйста все аккуратно. Итого, килограмм куриных крылышек. Все, что получилось, оставляем на 30-40 минут для мариновки. Ждем. Друзья, вроде бы у нас все это дело засолилось и теперь я уже в противень готовый по разной стороны выкладываю наши куриные ножки. Почему по разной стороны? И почему куриные ножки? Да, я оговорился немножко не куриные ножки, конечно, а куриные крылышки, а по разной стороны. Почему? Значит, этот рецепт я взял в интернете, но я его хочу немножко сделать по-своему. одна сторона у меня будет по интернетовскому рецепту сделана, а вторая сторона будет запекаться по рецепту, который люблю. То есть, в определенный момент времени я сюда добавлю еще один соус. И у меня получится соус интернетовский с одной стороны, а соус канала с дедом за обедом будет с другой стороны. просто попробовать на вкус. Я уверен, что будет вкусно и то, и то. Но в итоге потом мы вам, конечно же, все скажем. Замаринованные крылышки отправляем в духовку 200 градусов на 20 минут. Друзья, тем временем мы готовим два разных соуса. Один соус это интернетовский соус. Я его почему-то как-то автоматически назвал кичунес, потому что он делает из кетчупа и майонеза. То есть это тот вариант, который предложен в стиле. Второй вариант будет приготовлен из муки, яйца и порошка чеснока. Делаем сначала первый вариант. Я думаю двух столовых ложек майонеза здесь будет вполне достаточно. И одной столовой ложки кетчупа. И все это мы перемешаем. Сейчас и уберем с глаз долой из сердца вон, чтобы нам не мешало. Вот. Кузя это называл кичунес. А второй соус я его таким образом никогда не делал. Обычно я его руками взбивал. Сейчас я попробую сделать на блендере. Взбиваю яйца и туда добавляю без горки столовую ложку муки и чеснока. Я хочу чтобы у меня масса получилась воздушной поэтому муки мне нужно добавлять как можно меньше. Взбиваем яйцо. Друзья на два яйца я добавил примерно две столовые ложки муки без горки чтобы получился легкий кляр. Получилась вот такая не густая и не очень жидкая смесь подсоленая и с чесноком. Через 20 минут мы вытащили из духовочки. Сейчас будем наносить. Наносим сначала кеченое садку куни. То есть это чисто интернатовский вариант. Обмазываем нашим майонезно кетчупным соусом. Одну половину. А запах то какой запах запах от курицы. Запах опять же нашей зелени травяной которая в крупной соли. И запах этот неповторим. Согласись со мной правда вкусный запах. Теперь обмазываем вторую половинку нашим соусом. Он немножко жидковатый получился. Это видно. Все таки муки надо класть больше чтобы она останавливалась. Но это получится друзья уже кляр. Это получится кляр. мне бы этого не очень хотелось. Так как я это делаю в таком виде я делаю впервые. Поэтому так вот и получается что оно жидковатое. В рецепте я напишу уже как бы я хотел это видеть на вашем столе. Только внимательно смотрите видео. Все готово. Возможно еще знаете может быть я сейчас через 10 минут еще выну и еще раз это обмажу своим соусом. Этот я трогать не буду. Друзья в кляр я еще добавил немного муки чтобы получилась вот такая тягучая смесь. Все таки я решил еще добавить своего соуса а точнее это больше похоже на кляр. В этот кляр не жалейте чеснока порошкова. чеснок скажу вам очень будет вкусно это уже знаю тягученький у меня получался и на разогретых куриных крылышках яйцо будет уже зажариваться запекаться и стекать сильно оно не будет оно и первый раз не очень стекло конечно ну вот у меня еще друзья остался кичунес не знаю можно еще немножко им подмазать другие крылышки хотя и так я намазал первый раз очень плотно друзья наши крылышки готовы часть из них с яйцом часть с кетчупом мы на блюдо положим их вот так одни положим с одной стороны другие с другой и будем сейчас с максом дегустировать картошечки с укропчиком с маслом положить засервируем нашу тарелочку картошечку я думаю нам хватит а с другой стороны а с другой стороны мы положим нашу брюссельскую капусточку внук у нас ее называет детская капуста потому что она маленькая очень вкусная ну вот как-то так чем удобен этот рецепт все очень просто для того чтобы это кушать не надо пачкать руки взял за косточку и ешь за столом за праздничную ну что друзья два варианта крылышков у нас получилось реально похоже на луковицы один вариант с кляром и второй вариант с кичунезом кетчуп майонез лично мои ощущения такие попробуй чего из них просто надкуси по чуть-чуть и надкуси немножко и попробуй по вкусу что больше мне показалось что здесь из-за чеснока запах и вкус курицы немножко забиты а вариант с майонезом и с кетчупом вкус курицы он более ярче чувствуется и тот и тот вариант вполне нормальный съедобный кто как больше любит тот так и делает мне больше нравится с кляром с кляром больше чесноком да понятно ну здесь извините на вкус и цветовая еще нет ну что ж друзья а вам мы желаем попробовать сотворить подобное что сделали мы на этом мы прощаемся с вами желаем вам всего самого хорошего не забывайте ставить лайки подписываться на наш канал также делитесь нашими рецептами со своими друзьями всего вам вкусного пока субтитры субтитры субтитры